Вот я всё хочу, дохожу до украшений. Энергию, тантрики, в тантри 10 тысяч лет, и психология гораздо позже появилась. Многие психологи жили в Индии и черпали, как ты догадываешься. И гештальтируйские психологи, и ведическая психология тоже. Да, и психодрамеры наши, и много кто чего черпал. Поэтому доверять можно, и плюс доминанты ухтомского никто не отменял. Вот, так что на минуточку. Буду сейчас даже на научной основе говорить. Допустим, ты завёл себе какой-то, ну, мы называем это в тантри артефакт, ну, какое-то украшение хорошенькое. Иногда это чёткие. Ну, в общем, что-то, что ты можешь носить. Вот эти я больше так на эфирное интервью ношу. У меня другие, они более простые. Это чёткие такие, обычные в Анапе купленные, но камни живые. Вот важно, чтобы камни были живые. Потому что всё-таки это природная история. И ты на эти чёткие, ну, не чёткие такие браслетики с камушками, знаете, простенькие. Вот, например, я про них расскажу, а вы уже сами выберите. Ты на них, во-первых, цели якоришь. Ну, якорения никто не отменял, и НЛП тоже. Расскажи, пожалуйста, потому что не все знакомые с НЛП. Да, я расскажу. Вообще, как и самым простым способом. Ты берёшь и на эти чёткие начитываешь цели. Цели написал свои. Такая, 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 такая. Десять целей, например. И на каждый камушек, там камни гораздо больше, чем десять, например, двадцать, тридцать. Начитал цель. Я абсолютно здоровая, и, значит, высокогармоничная личность. Значит, я то-то, то-то в отношениях таких-то таких. Ну, какие у тебя цели? Просто начитал. И надел. То есть у тебя этот браслет становится символом твоих целей. На минуточку. То есть ты начинаешь работать на свои цели. Теперь вся энергия, которая приходит, хорошая, негативная, энергия, просто энергия, плохой, хорошей, нет, ну, с включением каких-то магических практик, о которых мы не говорим. Я думаю, мы вообще в рамках ОПП о таких вещах не говорим. Я имею в виду, вот дерево, вот кошку погладил, вот вода, вот музыка. Ну, только что говорили. Какие-то хорошие дела ты поделал, да, вообще, или свидание у тебя с любимым, там, не знаю, или на велике ты прокатился классно. И вот эта энергия, вот тантрики, они говорят, мы такие, как же помягче-то сказать, ну, скажу, хитропопые тантрики, они это используют, да. То есть они это используют. То есть условно, смотри, ты любуешься природой стоишь, и эта энергия твоя, любование, это же твоя. Природа, да, но это-то твоя же. Восторг, это твоя вибрация, твоя эмоция, давай назовём. И ты, сейчас метафору дам, поливаешь шлангом чужой огород. Вот ты полила там, у тебя восторги там расплескались, на людей каких-то других в землю ушли, ничего не собрал. И уставший даже после прогулки, вроде природа была, потому что не перетекло. Что мы делаем? Вот у нас этот носим эти с собой чёткие, если нет, то мысленно в голове, нормально всё, или браслет, или кольцо, что у вас будет. И вдруг ты испытал классную, как раз эту эмоцию. С первым упражнением совмещаем, тем более, если связано с твоей шахтой, или шивой. Но мы сегодня про внутренние шахты говорили. Например, это ещё и попадает в грань сексуальности, природность, например. Всё-таки надо этой энергии тоже заякорить. И ты её мысленно берёшь. И что? Ну, я делаю вдох-выдох, потому что дыхание проводник, ну, всё-таки из йоги мы в асанах это тоже знаем. И я беру и отсюда, и сюда, в артефакт. Что это нам даёт? Смотри. Первое. Не поливаешь лангом чужой огород, вот я себе забрала обратно же свой же восторг. То есть, раз. Два. Я поработал на своей цели, потому что доминантов Томского, если доминанты борются за наше внимание, одна всё равно победит. Вопрос, какая твоя доминанта? Замечала, что люди живут в страданиях, у них доминанта страдания. Ну, всё, всё, всё плохо, мне плохо, всё, всё на этих доминанте. И она жрёт остальные. Вот это страшно. Это ужасно, это ужасно. А тут у нас цели. И оно начинает, это позитивище классное, съедать всё остальное. Природа, всё в дом, сексуальность, оргазм испытал. Вообще-то мы ни разу не поговорили про то, что оргазмической энергии тоже не надо поливать. Сейчас обязательно перейдём. Да, стены соседей тоже не поливаешь. Испытал и обратно себе сюда. Значит, вот эта история. И книжку классную почитал. И тоже вот этот восторг. То есть, вот хорошие все эмоции себе. Про негатив. Чуть посложнее, но тоже можно. Например, Мини Малыч, какая-то воспродавщица что-то там в магазине. Вот эта вот история. И ты, вместо того, чтобы дальше там поливать шлангом её огороды, ты такая, всё, спасибо, там до свидания вышло. И вот это вот бурлящие в тебе, ну, гнев, например, да? Это же тоже эмоции. Ты его... И называешь свои цели. То есть, ты не гнев на цели кладёшь, а ты конвертируешь твою же энергию, ну, затраченную, если ты поругалась. Тем более, надо собрать обратно. Да всё. Слова же. Слово же воробей вылетит, не поймаешь. Можно забрать обратно. И сюда обратно на цели. Как вообще забирать? Дыханием раз, и два произнесением своих же целей. Ну, типа, я здоровая, я гармоничная, я счастлива, у меня прекрасные отношения. Ну, как ты там себе начитал, так это. Если тебе долго цели вспоминать, можно в одну фразу всё уместить. Я счастлива, я гармонична, я здорова. Ну, да, к примеру, свою фразу создайте, которая будет символизировать всё и сразу. Все твои цели, все твои позитивные состояния. Я сексуальна, пожалуйста, я счастлива, я здорова, я живу в здоровом теле. Всё. Я эти мантры меняю, мы их мантры называем периодически. Но в целом, в общем и целом, это какая-то короткая фраза, которую легко запомнить. Моя любимая, кстати, вот такая сейчас. Я каждый день ощущаю, замечаю, принимаю, как Вселенная максимально легко, изобильно и быстро помогает мне. Прелесть вообще, потому что Саша всё сама делает. И вот я специально составила такую штучку, я замечаю, как мне помогают люди, звери.